Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В городском округе Люберцы, как всегда, мы следим за всеми событиями. Ну и не только говорим о настоящем, но пытаемся понять перспективы нашей с вами жизни, в том числе и перспективы, касающиеся того, без чего мы жить не можем. Речь идет о питании, и не только о правильном питании, о том, чем мы будем питаться, чем мы питаемся сейчас, чем мы будем питаться в будущем. Это, конечно же, волнует многих из наших телезрителей, потому что в последнее время очень часто звучит такая фраза «искусственная еда, пластмассовая еда». Я уж не говорю о том, что она просто часто вредит нашему с вами здоровью. У нас в гостях руководитель службы качества агрофирмы Валерий Голубев. Я так понимаю, что вы главный такой специалист для себя. Это семена, ваш конек. А мы понимаем прекрасно, что в конце концов, чего уж там греха таить, мы сами в какой-то степени из семени произошли, да, как люди. И все культуры сельскохозяйственные, которые мы употребляем в пищу, они тоже начинаются с семян. Не растеряло ли человечество свои сельскохозяйственные культуры? Скажем, вот помидоры, да, мы понимаем, что существует два направления. Помидор, который мы пытаемся купить сегодня в магазине практически в любой стране мира, даже в южных странах, где они растут, ну, ничего не нужно делать, они сами растут. Да, ты приходишь в магазин и с большим трудом пытаешься найти помидор, чтобы он пах, как тут в детстве, да, как у бабушки на огороде, или даже как в магазинах, в советских тех же продавали. Вот, да, они лежат красивые, да, это круглый год, но они какие-то другие, они отличаются, хотя же они тоже из семян. Вот в чем, что потеряно, или это нормально? Я думаю, что вот в данном конкретном случае, наверное, не потеряно ничего. Наоборот, сейчас огромное разнообразие, селекция идет, как бы сказать, в том направлении, которое ей диктует рынок. Рынок, в первую очередь, диктует, то есть, раньше у нас как было? Раньше, вот, Советский Союз называли, страна вечно зеленых помидор. Да. Потому что томат – это все-таки южный овощ, и растет он на юге, и транспортировка его в северные области, ну, даже в среднюю полосу. Дороговато. Дороговато, да. И что говорить, его дорого было даже в теплицах выращивать в зимнее время. У нас в Советском Союзе, наверное, было мало теплиц, зимних, в которых выращивали томаты. То есть, поспособление было поменьше, да. Ну, и энергетические возможности были другие, то есть, надо же обогреть, осветить. Вот, поэтому мы не видели в зимнее время. Сейчас все другое. Сейчас транспортная доступность изменилась. Сейчас фрукты и овощи везут нам круглый год. А так всюду? Везут издалека, поэтому селекция вот таких промышленных сортов и гибридов, она направлена на улучшение транспортабельности и внешнего вида. Качество. Даже качество не подходит, а вкусовые качества. Да, вот вкусовые качества, содержание питательных веществ, там, в частности, сахаров, они как-то отходят на второй план. А это правильно вообще? Ну, наверное... Я покупаю грушу. Грушу, да. Я могу купить грушу в любой день, да, в любом большом магазине, и даже в маленьком. Красивая груша, да. Когда ты её начинаешь есть, в ней нет ничего. Стоит эта груша, на секундочку, хороших денег. Да. То есть я что, должен просто себе говорить, внимание, я ем вкусную сладкую грушу, как в детстве. Понимаете, да, чем я говорю? Я понимаю. Зачем тогда это? Если есть спрос, значит, будет... А спрос есть. Будет груша, да. То есть люди себя обманывают. Да, вы хотите грушу зимой, вот вам, пожалуйста, грушу. Но только мы вам не гарантируем, что... Она будет стоить дорого, но она будет не такая, как летняя. Но если вы заплатите в два раза дороже, то вам откуда-нибудь с южного полушария привезут такую, какую вы хотите. Ага. Она будет сладкая, она будет сочная, но за счёт того, что её транспортировали в каких-то особых условиях, доставляли вам на самолёте, непосредственно вот сорвали с дерева, погрузили в самолёт и привезли вам... Специальную колбу. Да, привезли вам через два часа, она будет сладкая, но она будет очень дорогая. Понятно. То есть рынок диктует, и, собственно говоря, всё-таки мы имеем сегодня овощи круглый год, качество их с точки зрения тех требований, которые есть, оно выполнено, но с точки зрения вкусовых качеств мы, конечно, понимаем, что это другое. Но, например, с другой стороны, огурец очень часто похож на настоящий, при этом он тоже селекционный такой, и он тоже как бы зимой его не должно быть. У него что, какие-то другие качества? Ну, я думаю, вы вот, если сравните салатный огурец летом и такой же огурец, как вы говорите, зимний, у него, как правило, вот салатный огурец летний, он нежный, хотя и хрустящий. У него кожица тоненькая, а вот у зимнего огурца, у тепличного, для того, чтобы он сохранил форму, чтобы он не высох, не испортился за то время, когда его транспортируют, у него кожица более толстая, более грубая, более жёсткая. Понимаете? Вот в этом отличие. Ну, содержание питательных веществ не знаю. А вообще есть такой какой-то ГОСТ, что, ну, вот, помидор должен какие-то качества быть, даже пускай бог с ним со вкусом, но вот питательность, вот эти витамины, там же пишут, витамин А, В, С. Ну, я думаю, что есть какие-то нормативы, которые ограничивают присутствие вот в этом плоде каких-то... Вредных веществ. Вредных веществ, да, правильно. А они, мы понимаем прекрасно, что в селекции применяются. Ну, в зимний... Меньше, да? Нет, наоборот. Наоборот, больше. Я думаю, что в зимний надо же компенсировать недостаток света, солнечного, ультрафиолета, надо недостаток естественного тепла. Потом выращивается он очень часто не на грунте, а в каких-то гидропонных установках. Вот я вам сейчас два примера приведу. Помните, мы с вами при этом присутствовали, когда впервые нам сообщили, что огурцы можно зимой выращивать. Вот эти первые длинные огурцы, которые появились в Советском Союзе, и они были безумно горькие, потому что его-то научились выращивать, но пока как-то они не могли эту горькость убрать. Ну, в общем, невкусный был такой огурец. Потом это получилось. Сейчас этот огурец у нас в любом варианте и уже даже то, что вы говорите, на летний похож. Потом я прекрасно помню репортаж в московских программах и в программе время даже показывали. Это год где-то там 90 какой-то, 90-й может быть, когда грибы выращивали шампиньоны в подвалах. Просто ставили вот так вот ящик и преподносилось это как легкий способ получения грибов. К чему я веду? В принципе, получается, что мы в этом плане с природой вроде бы как договорились. Но насколько сегодня и вот все те способы, о которых мы говорили, да, мы же не знаем, нас когда-то научили пользоваться буквами Е на всяких товарах, да, там Е400 такое-то, Е еще что-то. Вот. Насколько все эти продукты вообще нужны нам зимой, нашему организму, если в них питательных там качеств не так много? Это просто, опять же, я веду к чему? К самообману? Или к чему? Ну, я не знаю. Или просто хочется? Я не специалист. Я думаю, что да. Картошку-то мы всю зиму едим, но она-то, по идее, у нас с осени остается. Ну, сейчас я думаю, что осенней картошки все меньше и меньше, потому что ее везут уже из Египта раннюю картошку, везут и, наверное, из Израиля. И весенних. И из других стран, да. Я же говорю, сейчас транспорт развивается. Нет, это то, что привозят, ну, еще ладно, полбеды. А я имею в виду, вот, знаете, специально селекционным способом выведенное, да, и сейчас к семенам мы тоже, опять же, вернемся. Я почему переживаю по этому поводу? Ну, действительно, ты приходишь, ты покупаешь, делаешь себе салат, ты платишь за это деньги. Ты очень сильно убеждаешь себя, что ты ешь вкусное яблоко, которое явно ему еще, как бы, не время. Вот. Такой самый обман, но надо ли нам это? Может быть, сконцентрироваться на тех знаменитых гречках, пшенной каше или еще чем-то, что, в общем-то, обычно в рационе, в зимнем-то было у людей? Ну, я думаю, что вряд ли это возможно. Приучили. Конечно. Сейчас прогресс шагнул далеко. Сейчас мы уже привыкли к тому, что и те овощи, которые раньше были, и фрукты, которые раньше нам были доступны только летом, в период созревания в нашей зоне, сейчас они уже доступны нам в течение всей зимы. Это и яблоки, это и помидоры, это и огурцы. Вот. Ну, наверное, огурец, выращенный в зимней тепличке, наверное, он менее-менее полезен. Плюс, если там использовались какие-то препараты, ускоряющие созревание, ускоряющие рост, наверное, тоже это... Ну, я не могу судить, я потому что не занимаюсь выращиванием. То есть, это может быть и не вредно, и не полезно, а просто может быть никак. Нет, может быть и вредно. Может быть и вредно даже. Потому что внесение каких-то агрохимикатов, оно ограничивается. Содержание каких-то... А существует ГОСТ какой-то в больших, крупных сельскохозяйственных компаниях, которые вот занимаются производством этих овощей? Ну, я знаю, что анализ такой есть, анализ такой проводится, и анализ такой должен проводиться и перед реализацией данной продукции. Ну, не знаю, проводится ли он полностью, осуществляется ли анализ продукции всей, не могу сказать. Запомните, как, опять же, сейчас перед перерывом напомню историю, что, опять же, в каких-то 90-х годах, когда все продвинутые стали, и по телевидению было очень много критических программ, что чуть ли не продавали, что можно что-то наколоть в то же яблоко и увидеть, сколько там нитратов, что-то какую-то такую, я помню историю. Ну, какие-то анализаторы были, да. Ну, я думаю, что там очень большая погрешность. Все эти экспресс-методы, они, как правило, дают большую погрешность. Вот. Потом, ну, опять же, появились публикации, где сказано, что, а, нет, нитраты, это тоже не всегда вредные. Да, да. Вот. Поэтому я думаю, что это веяние моды. И, ну, вот, у нас в стране есть масса контрольно-надзорных организаций, которые проводят контроль. Ну, я просто надеюсь, что они выполняют свою работу добросовестно и не допустят к нам на прилавке уже откровенно вредные продукты. Напомню, что на студии Валерий Голубев мы говорим с вами о современных продуктах питания, об овощах, о фруктах, которые есть у нас теперь с вами круглый год, 24 часа в сутки. Насколько это опасно или безопасно, и как это все выращивается. Во второй части поговорим о семенах. Это конек нашего гостя. У меня тоже есть вопросы по этой теме. До встречи. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Валерий Голубов, руководитель службы качества агрофирмы. Мы говорим о тех продуктах, которые теперь с нами всегда. Ведь действительно, в первой части мы вспоминали, что был период, когда каждому овощу свое время, как говорилось так. И вот, к сожалению, сейчас приходишь, даже летом, казалось бы, таким уже совсем летом, слива. А ее не отдерешь от этой косточки. То есть ты покупаешь сливу за хорошие деньги, кстати. А ты понимаешь, что она просто слива. Вот название есть и вроде как похоже на сливу. Теперь поговорим о том, потому что как бы там что ни крутили, а все равно без семян это никак не может появиться. Невозможно так накачать. Воздух, чтобы помидор или слива или груша появились. Вот семена сегодня, они по-прежнему традиционные или с ними что-то там такое сейчас происходит, что могут, например, не знаю там, ну бывают же такие селекционные работы, там помидор с огурцом соединить, посмотреть, что получится. Нет, ну помидор с огурцом еще, по-моему, никому не удалось. Ну вот я предлагаю, попробуй. Да, да, нет, нет, это невозможно, это невозможно. Что касается генно-модифицированных семян, то они в Россию не поступают, они, ну я имею в виду овощных культур, да, да, существует запрет на выращивание и на реализацию продукции, которая, в которой как-то присутствуют технологии, это генные модификации. Это очень важно, то, что вы сказали, почему, потому что это же семена, это исходник всего, да, то есть семена остались прежние, правильно я понимаю? Ну, большинство технологий, конечно, они трансформируются с учетом того прогресса, который мы наблюдаем. Налицо. Да, но тем не менее большинство семян, особенно если говорить об овощных культурах, они производятся по традиционным технологиям. Вот, конечно, есть варианты. существуют технологии произведения семян. Вот я сейчас поясню свой вопрос. Вот, чтобы получить семена того же нашего замечательного помидора, промышленным, мы сейчас говорим, промышленным способом, я так понимаю, что какая-то партия должна уйти в продажу, а из какой-то партии эти семена что, выбивают, что ли, или как это происходит? Ну, на самом деле не совсем так. Так. Значит, существуют, ну, например, элитные семена, которые идут только, ну, их нецелесообразно, во-первых, их мало, потому что они вот небольшое количество, которые используются для дальнейшего производства именно семян. Так. Вот. Они дорогие, и их нецелесообразно, нерентабельно использовать для производства товарной продукции. Значит, вот эти элитные семена, они идут, ну, либо сам владелец этих семян высевает, сеет их, либо они идут, там, ну, будем говорить, фермеру какому-то. Значит, они идут целенаправленно для производства семян для дальнейшего размножения. А как эти семена производятся? Элитные? Ну, нет, вообще любые. Нет, ну, любые. Если мы говорим о семенах, то мы берем семечко, сажаем, так же, как обычно мы его сеем, из него вырастает растение, растение образует плоды, из этих плодов выделяются новые семена. То есть, вы посеяли одну семечку, вот, а получили, ну, значительно больше. Там несколько плодов. Это я понимаю, логика в этом есть. То есть, если я не съел этот помидор, но на каком этапе я должен семена выгребать из этого помидора? Когда он уже созрел? Созревший, да? Да, да. Когда он уже созрел. И специально, ну, простите уже за такой дилетантский вопрос. То есть, еще раз говорю, одна грядка, это где у нас для продажи, ну, в те же магазины, да? А одна грядка у нас, где мы эти семена будем собирать потом ходить. Правильно? Нет, нет, нет. Размножением семян занимаются, как правило, совсем другие организации, другие люди, не те, которые... Но они же тоже все равно выращивают этот помидор, они должны дождаться, пока он вырастет. Там очень много нюансов. Там, ну, если мы говорим о помидорах, если мы говорим вообще о перекрестно-опыляемых культурах, да, если это перекрестно-опыляемая культура, то там должна быть пространственная изоляция, то есть, рядом с этим участком на определенном расстоянии, там, может быть, километра за два, не должно быть других, никаких посевов, ну, условно, скажем, там, огурца. Да, да. Не должно быть никаких посевов, чтобы не произошло переопыление, чтобы этот сорт, который мы выращиваем, остался именно таким сортом. Если мы говорим о гибриде, там немножечко другая, там высевают растения отцовская линия и материнская. Происходит переопыление, в результате получаются плоды, из которых мы выделяем семена гибрида. Но, опять же, тут должны присутствовать при опылении только отцовская линия и материнская. Да, никаких других. Опять же, пространственная изоляция, там, ну, в зависимости от культуры, эта изоляция может быть, там, от нескольких сот метров до, там, нескольких километров, Но именно так и происходит. И с этого участка, конечно, могут собрать какую-то товарную продукцию, там, по каким-то причинам не стали выделять семена, а решили вот на товарную, там, выбраковали этот участок или еще каким-то. Но, как правило, с семенного участка собирают только семена. Это какие-то специально обученные люди этим занимаются? Не только люди, там и техника специальная для, вот, и для возделывания, и для посева, и для уборки, там своя техника. Почему? Потому что такой же важный вопрос, сколько семян соберешь, столько потом посеешь, правильно? Плюс на продажу, плюс на реализацию, плюс для своей, там, сельскохозяйственной компании и так далее. Ну, хорошо, качество зерен, их кто-то проверяет? Обязательно. У сорта же есть свои какие-то определенные... Ну, не совсем у сорта, значит, ну, в нашей стране конкретно существуют ГОСТы, которые устанавливают качественные показатели для семян. То есть, есть они? Обязательно, они обязательно есть, и они не для конкретного сорта, а они для культуры. Так. То есть, семена огурца, если это сорт или гибрид для открытого грунта, должны иметь схожесть не менее 70%. То есть, в лабораторных условиях должно взойти как минимум 7 семян из 10. Вот. Если это тепличные гибриды, то там требования к всхожести выше. Там должны быть не менее 85. Вот. И все точно так же для всех остальных культур. То есть, ГОСТ устанавливает минимальный порог, ниже которого семена считаются уже невсхожими. То есть, некондиционными. То есть, у них какая-то там, если из 10 взойдет 2 семечка, то вроде бы всхожесть какая-то есть, но семена эти некондиционные, к реализации не допускаются. И если всхожесть по каким-то причинам снизилась, вот, да, то эти семена должны быть выбракованы. То есть, они не должны оставаться в реализации. Правильно ли я понимаю, что мутация семян происходит, что какой-то хороший сорт может выродиться? Есть такая опасность? Тут вот сорт и семена немножечко разные. Ну, я как понимаю. Семена могут утратить свои качества, свои посевные качества. Это происходит по разным причинам, но самая распространенная причина, семена это живой организм, и так же, как любой живой организм, происходит старение. Старение, и отдельные семена погибают. Вот есть у нас там какое-то количество семян, раньше было там 80% схожих, то есть 80% живых семян. Значит, со временем в процессе хранения отдельные семена погибли, и теперь у нас семена уже с другой схожестью. То есть уже из 10 семян зайдет не 8, как было, а, например, 6, а потом еще через сколько-то лет, 5. Значит, это особенности культуры в основном. То есть, если мы, например, знаем, что огурец, тыква, кабачок сохраняют свою схожесть, ну, в пределах там до 8, а может быть и там в зависимости от качества семян и больше лет, то, например, такие культуры, как лук, теряют схожесть, салат, теряют схожесть значительно быстрее. То есть там 1-2 года они сохраняют кондиционную схожесть, а дальше схожесть падает и уже... Но вот все основные культуры, которые сегодня существуют, не потерян вот этот вот генофон, что ли, семенной? Я имею в виду, вы как специалист, нет, что ухудшается там общая картина всех вариантов там помидоров или тех же огурцов? Или, в принципе, все семена, вот как они какое-то время зафиксированы в человести, все они так примерно в этих нормах находятся? Ну, если мы говорим о сортах, я думаю, они, сорта меняются в зависимости от наших с вами потребностей. Вот раньше нам ну, хоть какой вырастить, вот красный томат, и накормить все население, там, обеспечить хотя бы в летний период, вот, и мы хотели урожайность и плюс там вот вкусовые качества, вкусность, да, мы старались, поскольку не было задачи транспортировать их там на 10, 12, 15 тысяч километров. Вот, сейчас изменились требования как у промышленников, ну, то есть у тех, кто занимается товарным производством, так и у нас с вами, то есть у нас, ну, появилось время у кого-то, появилось у кого-то желание вырастить помидор не такой, как у всех, понимаете, вот в магазине они красные или розовые, да, а я хочу там желтые с сербурмалиновыми, скрапинами, понимаете, и потом я приду к вам и скажу, вот погляди, какой я вырастил томат. Но нет опасности, что потом у нас будет только скрапинами помидоры, а вот тот старый добрый, он куда-то исчезнет? Нет, я думаю, что нет, потому что... Банк семян какой-то сохранен, вот, например, какая-то компания, вот она выпускает там, условно, 50 сортов чего-то, да, этих семян, это же ее собственный банк, бывает такое, что какие-то семена утрачивают свое, ну, исчезают, короче говоря, с продовольственной карты? Ну, я думаю, что бывает, наверное, там, ну, как-то селекционер перестает заниматься селекцией, ну, опять же, в силу возраста, не возобновляет вот эти вот оригинальные семена, из которых происходит дальнейшее, значит, размножение, ну, и сорт постепенно... То есть, может исчезнуть? Может исчезнуть данный сорт, но я думаю, что появляется масса других, понимаете, вот, в силу того, что сейчас вот эти вот происходят обмен, обмен происходит культурами, обмен сортами, обмен плодами, вот, у нас появляются болезни, которых раньше не было, вредители, которые раньше не было, вот, тот же колорадский жук, который там до войны у нас не было, появился только после войны, когда вот в период там... Еще и сколько появилось. Да, да, да. То есть, когда-то его не знали, сейчас он появился, какие-то болезни раньше не были, сейчас стали появляться, поэтому старые сорта не были приспособлены к тем условиям, которые сейчас. Они, это естественный процесс, что они уходят со сцены, уходят с рынка. Они не выдерживают конкуренции с новыми сортами, которые устойчивы к каким-то видам болезней, к каким-то видам вредителей. Ну, как живой организм, то есть, ему не понравилось. Они выиграли конкуренцию, они дают на сегодняшний день лучше, больше урожай, вот, и они остаются на рынке. А какая сейчас, если, знаете, селекционная работа ведется, вот, ну, там, яблоки, знаете, приходишь в магазин, там, 100 сортов, из них, там, 30 сортов, которые произведены на территории Российской Федерации. Вообще, в стране селекционная работа ведет по специальному выведению новых семян, новых видов продукции или это пока на частном уровне в основном? Нет, нет, нет. Ведется работа, ведется целенаправленная работа. В госреестре регистрируется, ну, если мы говорим о яблоках, да, в госреестре регистрируются новые сорта яблонь, новые сорта, они более устойчивы к каким-то определенным, ну, к той же парше, например. Я знаю, что старые сорта, те, которые мы любим, которые мы знаем, ну, та же Антоновка, да, вот, но они более подвержены тем заболеваниям, которые сейчас... То, о чем мы говорили, старость приходит и ухудшается. Не то, что старость, просто у нас сейчас вот в нашей зоне появились болезни и вредители, ну, не появились, а распространились, наверное, в большей мере, чем они сейчас. Та же Порша, вот, Антоновка, ну, или другой какой-то старый сорт, который нам очень нравился, он может повреждаться этими вредителями и болезнями, а новые выводят сорта, которые более устойчивые, понимаете, поэтому идет естественная смена. Но еще такой вопрос. Вот из того, что ты придешь вот в магазин, например, видел там апельсин, ну, или не апельсин, тот же огурец. Вот эти семена, которые в этом огурце, они что-то могут дать, вот, там, купить их когда-нибудь летом, они могут дать какие-то всходы или это все уже... Ну, пробовали такие опыты делать? Можно вырастить? Что касается, например, перца, перца красного, то, ну, вернее, сладкого перца, да и острого перца, то можно выделить семена, и они дадут... Их там много. Да, и они вырастут и дадут какой-то урожай. Другое дело, что перец, наверное, может быть немножко не такой красивый, как мы купили. Да, ну, не совсем так, не просто красивый, некрасивый. Опять же, существуют сорта и существуют гибриды. Существует пространственная изоляция. Если переопыление не произошло, если вот было поле одного сорта, условно, скажем так, да, вот, и из этого сорта мы взяли плод, мы знаем, что переопыление никакого не происходило, рядом не было других сортов и гибридов, тогда из этого же семени вырастет точно такое же растение. Режиме такое, что ничего страшного нет, то есть, можем спокойно ждать, того, что семена и традиционные, им, правда, сложнее как-то выжить в этой, но они есть, и появляются новые семена, которые вполне могут тоже оказаться хорошими. То есть, с семенным запасом у человечества пока все хорошо. Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, Вот это главный месседж, главный вывод, который мы хотели сделать. Ну, а если вы хотите купить помидор не в магазине, а почувствовать какой-то вкус приятный, с сахаром, то, наверное, надо попытаться вырастить его в своих собственных условиях. Конечно, не на балконе, а иметь хоть какую-то маленькую дачку. Спасибо большое. Валерий Головов, руководитель службы качества агрофирмы. Меня зовут Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». Счастливо. Счастливо.